Иванами и Дамарьями гордится Омская земля. В регионе прошло финальное мероприятие молодежного конкурса фестиваля, посвященного фольклору и традиционной русской культуре. Участников проекта благотворительного фонда «Молодежная инициатива» приветствовал митрополит Омский и Таврический Дионисий. Начался молодежный проект «Иван Дамарья» в сентябре 2023 года с отборочных мероприятий на базе высших и средних учебных заведений города Омска, в которых проходили сибирские вечерки, многоборья на основе народных игр, занятия по фольклору и фотосессии в традиционных народных костюмах. Это надо поднять на всероссийский уровень, такой конкурс «Иван Дамарь». Это, оказывается, традиционная русская культура. Раса очень быстро отзывается в сердце, очень быстро подхватывается. Но этот какой-то зов, зов отеческий, такой проотеческий, народный, вдруг просыпается в человеке. Человек легко танцует, поет, участвует, не испытывает при этом каких-то трудностей, комплексов. Министерство региональной политики и массовых коммуникаций всегда тесно сотрудничает с Омской епархией, особенно в рамках реализации подобного сегодняшнего проекта по популяризации традиционных ценностей. Очень отрадно, что наша сегодняшняя молодежь самостоятельно сама участвует в представлении народных традиций. Мы всегда готовы поддерживать такого рода проекты и надеемся, что такая инициатива будет продолжена. На финале конкурса фестиваля «Иван да Марья» перед зрителями развернулось феерическое фольклорное представление, во время которого участники в традиционных русских народных костюмах пели, танцевали и застязались в силе и ловкости. Мужество для меня – это пожертвование, самопожертвование во имя благой цели. Мужество – это не снять крест, когда тебе поставляют нож в отбору. Вот это действительно мужество. Как я понимаю, мужество – это сочетание человека, силы духа, доблести, чувства долга. Мужество нельзя же купить, продать, обменять, ведь это качество, которое ты приобретаешь со временем и можешь развить. Тут задача именно привлечь молодых людей, которые не имеют отношения ни к научной деятельности, связанной с фольклором, не воспитывались в этой среде. То есть это случайные студенты, которых таким вот неожиданным образом погрузили в традиционную культуру. Но они все получили то, что мы называем этнопрививка. Здесь же зрители увидели фрагменты видео и фотоматериалов различных мероприятий проекта – вечерок, фотосессий, лекций и мастер-классов, а также выездных сессий Академии мужества для парней и Школы девичества для девушек. Согласно решению жюри, победителями конкурса стали Антон Ларионов и Надежда Костомарова, показавшие лучшие результаты при подготовке к конкурсу и во время финальных соревнований. Многие сейчас не знают о настоящей русской культуре, поэтому благодаря этому конкурсу они как раз могут об этом узнать. Конкурсы для того, чтобы не давать продолжение замещению русского человека, когда нас стараются разобщить как можно больше. Поздравляя победителей конкурса, митрополит Омский Таврический Дионисий вручил им иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы как благословение и напоминание о том, что является основой для нашей русской национальной культуры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...